Этот несанкционированный митинг наделал много шума в Астане. А вот и Есенбек Уктишпаев, организатор и идейный вдохновитель движения «Оставим народу жилье». Оно объединяет сотни людей, которые купили квартиры в кредит, но не смогли расплатиться с банком. 1 октября эти люди, которые живут под угрозой выселения или уже лишились жилья, пытались дойти до Аккорды. Такого обитатели Левобережья Астаны еще не видели. Народ остановили отряды полиции на подступах к резиденции президента, а их лидера арестовали на 15 суток. Сегодня, на 9-й день отсидки, Уктишпаев объявил голодовку. Мне сегодня пообещали позвонить и сказать об этом. И сейчас, видимо, у него здоровье ухудшилось, поэтому психолог там был. Я точно еще не знаю, что там происходит. Несчастливые ипотечники массово приезжают в столицу несколько раз в год, чтобы привлечь внимание властей к своему отчаянному положению. Уже не первый раз они пытаются пробиться к лидеру нации, но безуспешно. Чиновники делают все, чтобы до ушей президента не дошли крики людей о помощи, говорит правозащитник Евгений Цай. Кому сегодня хочется жертвовать своим здоровьем, когда ты голодаешь? Кому сегодня хочется выходить незаконно на митинги? Кому хочется? Но вот эта система, которую построили, ограничений, она сегодня не дает людям нормально выходить и требовать свои нормальные гражданские конституционные права. Визит в спецприемник Астаны мало прояснил ситуацию вокруг Уктишбаева. Но голодовку он, похоже, прекратил. По крайней мере, об этом сообщил дежурный спецучреждение. Это уже второй арест Исимбека Уктишбаева в этом году. 15 октября Уктишбаев должен выйти на свободу, чтобы продолжить борьбу.